На этой неделе заканчиваются Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Наша команда в медальном зачете пока на пятом месте, однако все еще может измениться в последний момент. Как проходили выступления наших олимпийцев в таком виде спорта, как плавание, какие условия проживания были на Олимпиаде, об этом и многом другом. Мы сегодня поговорим с финалисткой Олимпийских игр в Рио, плавчихой Дарьей Мулакаевой. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос хотел бы сразу задать. Все-таки каково отношение было к российским олимпийцам? Потому что многие жаловались тем, что их освистывали или обвиняли в несправедливом допуске. Расскажите об атмосфере, которая царила на Олимпиаде. Вообще в самой деревне я ничего такого не замечала. Как-то нормально относились, никаких подозрительных взглядов или еще что-то не было. Единственное, что это, когда наши ребята в эстафете, и когда Юля Ефимова выходила, действительно освистывали, и очень много команд. За нами даже сидели Испания, Дания, даже, по-моему, Япония. Они все сидели и действительно кричали, там, ууу, все такое. Мы вообще были. В смысле, это были участники или это были болельщики? Это были участники. Даже участники, да? Участники, конечно. То есть вас это тоже возмутило? Мы к ним повернулись, такие смотрим, и они таким взглядом на нас посмотрели. Но нас просто предупредили, что такое может быть, и мы старались на это вообще не реагировать. То есть нам сказали, просто на провокации никак не реагировать. И поэтому мы ничего не говорили, ничего, просто молча смотрели. Вы были готовы к этому? Да, мы были готовы к тому, что можно. Хорошо, а как было проживание организовано в Олимпийской деревне? Потому что многие тоже жаловались, что условия были не так, как ожидалось и так далее. Вот расскажите об этих нюансах. Я не знаю, почему-то в русском доме было все достаточно так цивильно и нормально. Я слышала то, что там Австралию, что-то у них там происходило, происходило, но у нас не было случаев кражи в доме. Ну, я, может быть, никак там не слышала. И, в принципе, комнаты тоже были нормальные. Я бы не сказала, что было очень плохо. Я почему еще спросил, потому что в СМИ появлялась неоднократная информация, что некоторых спортсменов попросту грабили, когда они выходили за пределы Олимпийской деревни. Есть пляж Капа-Кабана знаменитый. И вот жители фавел, так называемых, в бразильских трущобах, вот они грабили. Вы с такими не сталкивались, да, с вашей коллегой? Не попадали в такие ситуации? Нет, я не сталкиваюсь. Ну, может быть, потому что я никуда не выезжала. Нам нас как-то предупредили, что такое может быть. И мы выехали только в последний день. И то так. Как бы у нас была большая компания людей. И я не думаю, что к нам бы кто-то подошел. Ясно. Ну, проявляли осторожность, во всяком случае, правильно? Ну, вот давайте непосредственно о вашем заплыве, о том, как вы участвовали в соревнованиях в полуфинальном заплыве, где была эстафета, вы принимали участие и заняли четвертое место. А потом уже, когда вас не поставили в финальный заплыв, так получилось, что команда наша заняла седьмое место. Вы считаете, это все-таки мы не справились? Или соперники были сильнее в итоге? Ну, я скажу так. Утром была очень слаженная эстафета. У нас прямо все так очень хорошо получилось. И первым этапом Вика Андреева показала очень хороший результат. Потом Арина зацепилась. Я как бы догнала, удержала. И Вероника в конце сделала финиш. И у нас все очень хорошо получилось. Это было четвертое место? Да, это когда мы утром проплыли. А вечером, ну, может быть, девочки устали. Или еще что-то. У нас еще поменяли этапы местами. И поэтому у нас вот первым этапом была Вероника Попова, которая утром была последним. И она должна была побыстрее немного по результату проплыть. И, может быть, они тогда вот зацепились бы. А потом прыгнула Арина. И все волны на себя поймала от других соперниц. Как бы последним этапом, когда она прыгала, ей было уже очень тяжело. Потому что она была в конце. И все волны на нее ей было действительно тяжело. Как и всем девочкам. Ясно. Ну, вот сейчас, как мне подсказывает режиссер, оказывается, на финальном матче, в финальном заплыве на трибуне сидел Мэтью МакКонахи, знаменитый голливудский актер. Вот была возможность подойти, попросить автограф. Ну, видимо, в следующий раз. Да, я же. А как, кстати, была вода? Потому что, например, прыгуны в воду, жаловали, что она была зеленой. Пловцы не сталкивались с этим? Нет, знаете, я слышала тоже, что очень много было проблем у других видов спорта. То там падали какие-то стартовые трибуны, у открытой воды. К плаванию не было вопросов вообще. У нас и вода была нормальная, и все. Нам вообще, мы, когда были до этого на сборе в Сан-Пауло и в Португалии, мы плавали в такой прохладной воде. Здесь нам было холодно плавать на тренировке, и нам говорили, что у нас будет холодная вода в стартовом бассейне. Мы приехали, вода абсолютно нормальная, даже можно было немного похолоднее. И все было комфортно. Мне понравился бассейн. Понятно. Ну, давайте я вам такой вопрос, может быть, взрослый даже задам. Для того, чтобы развивать такой вид спорта, как плавание, что все-таки нам нужно? Это нанимать опытных тренеров? Это развивать инфраструктуру? Или, быть может, популяризацией занять этого вида спорта? Во-первых, популяризация, действительно. Потому что, если сравнивать с Америкой, у Америки при каждой школе, при каждом университете, везде есть бассейн, у них это очень популярный спорт. У нас в России к этому относятся, как бы, ну... Спустя рукава. Да, вот так. У них, знаете, на чемпионате Америки, допустим, трибуна, как вот там, наверное, была, может быть, чуть поменьше. У нас в России там человек 200 наберется, дай бог. И у нас хорошие, на самом деле, тренера. Просто, может быть, не хватает каких-то возможностей, что ли, чтобы... В том числе популяризация, про то, что мы сказали, да? Привлечь... И пловцы у нас талантливые, и тренеры хорошие, на самом деле, которые могут тренировать хороших спортсменов. У нас могут быть очень хорошие результаты, как и в мире, так и везде. Ну, у вас карьера-то только начинается еще, правильно я понимаю? То есть дальше будут другие олимпиады, может быть, другие соревнования, на которых вы покажете достойные результаты. Кстати, завтра у вас состоится автограф-сессия, насколько я знаю, в центре вместе с вашей коллегой, которая приехала также в Пермь недавно. Ну, в любом случае, я вам желаю удачи на дальнейших соревнованиях, новых побед. Ну, и, соответственно, нас будете радовать. А мы, как я люблю говорить, будем держать за вас наши маленькие мужские кулачки. Спасибо. Спасибо.